За перевод благодарим фан-саб-группу Бодилиум, озвучил Кайл. Run BTS, эпизод 139. Давайте поприветствуем Юсен Мина, BTS настольного тенниса. Игроки обычно так разогреваются. Это хватка пером. Называется так, потому что вы держите ракетку так, будто держите ручку. Супер! Супер! Давай! Супер! Сейчас чаще встречается европейская хватка. Вы держите ракетку так, будто жмете чью-то руку. JK, ты ас! Давай! Ас! Ты молодец! Неплохая подача. Их счет тоже очень близок. Очень напряженная игра между ребятами. Кто будет лучшим игроком BTS в настольном теннисе? Так, теперь вы трое научитесь бэкхенду. Ты так хорош в бэкхенде. JK, иди сюда! Что такое, JK? Он ас нашей команды. Хюн, я тоже ас. Чимин! Ты можешь быть полуасом. Я буду полу-полуас. Почему полуас? Справа. Да, форхенд. Все начинается с форхенда. Возьмите форхенд, займите позицию и смотрите вперед. Считайте, что это игра с вашим туловищем. Раз, два. Раз, два. Мы как роботы. Раз, два. Моя рука двигается вместе с туловищем. Пусть ваша левая рука тоже двигается при повороте. Давайте попробуем. Уже? Да, это просто основы. Вот так. Вот так. Я понятия не имею, что происходит. Я просто толкаю ракетку вперед, потому что мне сказали так. Ты робот? Я даже не смотрю на мяч. Все было отлично. Но слегка согни руку. Хорошо. Я просто слишком нервничаю. Вот так. Два. Три. Четыре. Девять. Боже. О боже. Следующий. Я часто получал по пальцам. Меня сильно ударило по пальцам. Раз. Два. Вот так. Три. Чонгук, ты должен играть только бэхендом. Не делай хоумран. Твои удары идут по кривой. Джейкей. Этот зритель самый взволнованный из всех. Все мячи вылетают. Он попал примерно в 10 из 40. Он подавал слишком быстро. Так я должен играть? Давай попробуем. Вот так. У меня неприятности. С хоумранами поначалу ничего не поделаешь. Хорошо. Ты отлично справляешься. Молодец. Вот так. Быстрее. Ты отлично справляешься. Быстрее. Давай, Джейхоп. Отлично. Продолжаем. Давай. Давай. Отлично. Отлично. Хён, ты лучший. Ты должен быть Брюсом Ли. У меня глаза болят. У нас хватка пером. Ну. Если у вас хватка пером, то вы будете делать вот так. Вот так? Да. Да, именно. Налево. Иди туда. Вперед. Давай. Так держать. Нам нужно хорошо владеть бэкхендом. Так держать. Он хорош. Ты молодец. Это было круто. Следующий. Нет, нет. Следующий. Ви. Раз. Два. В ритме. Да. Вот так. Потихоньку. Да. Последний. Теперь я понял. Подождите. Давайте. Ты понял, да? Просто запомни и бей с тем же ощущением, что и при правильном ударе. Окей. Раз. Два. Вперед. Вот так. Есть фишка, когда ты так бьёшь. Правда? Когда ты наносишь короткие удары, а потом бьёшь в ответ вот так. Но делай с намерением. Реши, будешь ли ты наносить ответный удар вперёд? В сторону. Или назад. Мы занимаемся основами сейчас, нанеся ответный удар в прямом направлении. Раз. Вот так. Это было хорошо. Хён, ты следующий? Следующий. Не двигайся и бей вперёд. Это сводит меня с ума. Тяжело. Раз. Два. Вот так. Очень тяжело. Я никак не могу привыкнуть к бэкхендам. Вот так. Сосредоточься. Шесть. Толкай дальше. Вот так. Толкай. Раз. Толкай. Раз. Толкай. Практика заканчивается. Два. Три. Да. Джейкей, ты асс. Это очень захватывающе. Даже мемберы погружены в игру. Играйте. Вперёд, Ви. Подача пропущена. Я должен играть осторожно. BTS такие крутые, когда занимаются спортом. Как закончится этот матч? Ровно? Да, пожалуйста. Станцуй. Turn around and look at me. Когда они дойдут до ничьи? Джейкей, ещё два очка. Он попал мне в палец. Десять-восемь. Это матч-поинт? Да. Ты слишком заволнован. Выиграет ли Чонгук? Или победа будет за Ви? Ты слишком взволнован. Ви выигрывает. Конец? Так трудно принимать подачки. Ви, отличная работа. Пожалуйста, иди туда. Пожалуйста, подойди сюда. Сыграйте в КНБ. Ты можешь решить. Вы двое такие джентльмены? Великолепно. Они получают бонусные очки за хорошие манеры. Мы добавим очки манеры позже. Спасибо. Его хорошие манеры исчезли. Я аплодирую тебе. Давайте. Начинаем. Я с нетерпением жду игры. Вперёд. Пожалуйста, сделайте матч напряжённым. Смущённым? Если хочешь интенсивный матч, им понадобится как минимум 3 года. Начинаю. Сделайте игру напряжённой. Он хорош. Нам джун пал. Подача чамина порхала как бабочка и жалила как пчела, а потом ужалила арема. Да что со мной не так? Подождите. Да ладно. Все из нашей команды проиграют. Это было резко. Давай. Боже мой. Принять такую подачу нелегко. Это вращающийся торнадо. Сделано напряжённо. Почему я так плох? Я мог бы принять эту подачу. Да что со мной такое? Чимин. Главное не пересердствовать. Давай ещё раз. Матчи всегда заканчиваются так быстро. А не всегда так быстро заканчиваются. Просто попробуйте дважды перебить мяч. Я тоже этого хочу. Всё идёт не так, как ты думаешь. Должны же быть какие-то движения туда и обратно. Мы не сможем добиться успеха только после одного урока. Игра сводит меня с ума. Я тоже хочу получить несколько кадров для шоу. Ты смотришь Ким Тэхён? Да, мой друг. Чимина. Давай без лишних волнений. Да, сэр. Вы это видели? Мяч дважды прыгал туда-сюда. Ты должен ударить слегка. Это я, Пак Чимин. Ты не так уж и плох. Эта игра слишком проста. Что скажешь? Давай. Я забыл всё чему учился. Кто заберёт это очко? Да ладно, Чимин. Это было хорошо. Намджун, давай сделаем чудесный поворот. Я смогу. Он хорошо справлялся. Ты слишком робкий. Даже инструктор болеет за Намджуна. Заберёт ли АРМ при поддержке инструктора? Очко на этот раз. Намджуна! Скажи себе, я смогу. Хотел бы я забить мяч хоть раз. Намджун, всё кончено, прости. 10-6. Это нелегко. Намджун, давай ровный счёт. Я смогу. Я покажу тебе истинную подачу, которую я сегодня научился. Нет, спасибо. Разве она отличалась? Подача Чимина стала победной реальностью. Простите. Почему я так плохо? Поклон. Запугивание противника. Что с твоими волосами? Это я его пугаю. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Аплодисменты. Сыграйте в КНБ. Хорошо. 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 Джей Хоб у тебя получится. Файтин, Джей Хоб. Жей Хоб у тебя получится. Подача заблокирована. Хён. Мне успокоиться? Думаю, ты можешь ударить немного легче. Джей Хоб дурак. По крайней мере немного ралли. Вот так. Почему эта игра такая напряжённая? начинать до начинать да давай попался на собственную уловку он всегда такой это был дурной тон пожалуйста будьте вежлив джин а он говорил нет джин это слишком низко давай джей хобб он пытался подшутить над хобби но только для того чтобы подшутить над самим собой почему я не могу подать просто не получается он приземлился так уютно вот так похоже он отдаст все очки своими подачами действительно лидер танцевальной команды посмотрите на его реакцию эта реакция вау я попробую подачу которую я сегодня выучил ты принял подачу то что мы выучили может их мяч тяжелее того что мы использовали почему он выглядит таким тяжелым будто там 5 килограмм я подам как меня учили и что это было мы такой не учили очень год набирает очко сильным ударом ты довольно хорош джей хобб это было так круто наконец-то это похоже на матч по настольному теннису джей хобб расслабься пожалуйста эти двое играют осторожно ты теряешь контроль когда играешь там расслабься джей хобб нельзя не напрягаться просто заблокируй иди потихоньку супер только что было здорово я в беде джей хобб не торопись джей хобб нужно подавать так как нас учили он нырнул прямо на стул хобби теряет очку джей хобб не торопись джин это было здорово у тебя еще есть шанс хорошая работа джин видишь как нас учили он слишком взволнован он начинает уставать похоже тебя хорошо учили начали супер хорошая подача вы соревнуетесь чей удар тяжелее подождите джей хобб нет подожди просто делай то чем у тебя учили неужели гравитация для них четыре раза тяжелее джин сделай так как тебя учили на этот раз я буду играть как следует никогда не делай слишком сильные удары раньше ты был хорош джей хобб я не смогу подать ни за что на свете вау джин ты слишком расслаблен не проиграй ему успокойся я просто отдал очко ему потому что чувствовал себя плохо я отдал очку потому что не хотел чтобы игра закончилась так быстро отдает еще одну очку ты хорошо так отдал это было специально чтобы игра не закончилась так быстро думаю теперь ты можешь перестать отдавать очки так близко чуть меньше я просто стою здесь и все еще выигрываю ты действительно прорывной матч-поинт дай мне собрать энергию подглядывает а вот энергетическая подача не он просто сейчас резко подаст это плохие манеры что значит я подам резко он уверенно наносит ответный удар но мяч не перелетает через сетку джина одурачил его собственный трюк ты можешь добраться до нищи давай вернемся к основам ровно ровно тот кто первым наберет два очка выигрывает он собирается повернуть игру вспять еще одну очку просто выиграй еще раз хватит отдавать ему очки нет сначала подбрось разве не бросил слишком низко да так и нужно значит я выиграл он едва поднялся над его рукой это было слишком низко давай еще раз у меня получилось это очень трудно это утешительный раунд если вы выигрываете то отправитесь в полуфинал кто выйдет в полуфинал чонгук джин или арм ты ведь сможешь попасть да он ни за что не сможет дважды могу да у тебя есть два шанса чудесным образом удается со второй попытки одну очко эй ты ты я думал у него получится скорее это будет чонгук нам джун сможет попасть два раза финальный раунд удивлен больше всех смотреть на это веселее чем на ралли разве не должно быть наоборот вперед нам джун нам джун вперед у меня получится хорошо давай нам джун у меня получится вперед арм а нам джун а получилось вот облом арм выходит в полуфинал не могу поверить что у меня получилось медвежонок против булочки поклон камень ножницы бумага что то есть хобби против нам джуна хорошо випа дает первым вперед начинайте помедленнее пожалуйста он на поле что это было за подача что это за подача все в порядке я наконец-то расслабился но ви нет это будет просто матч подач ас подач 2 2 я должен немного повернуть подождите мяч не поднялся на 16 сантиметров что 16 сантиметров подожди чимин просто отпусти все сейчас сейчас когда он отвлекается его подача он подает что за милашка начинаю это была острая подача он подбросил мяч в воздух и резко подал чимин молодец я не смогу его победить и было бы прекрасно если бы он не делал такое оттуда видно его лицо на камере видно только моя попа он отвернулся от камеры они должны были заснять его лицо Тэхён это тяжело да? 5-3 но ты сможешь ты Тэхён Тэхён сможет 6-3 он спокоен он спокоен он спокоен день когда я выиграю Тэхён наконец-то настал Тэхён ты туз нашей команды Ви не нервничай ты лучше среди нас разве не было бы забавно если бы чимин и нам джун снова столкнулись друг с другом мы играем до 100 очков вот так Ви прекрасно принимает подачу Чмина Тэхён у тебя получится я отключился ты сможешь Чимин не будь слишком самоуверенным только потому что ты сейчас выиграешь это твоя слабость все время соберись это было тяжело Ви победа на твоей стороне это было остро хорошая подача очень сосредоточен Чимин ты все еще выиграешь это было очень близко еще один способ забить супер конкурс подач в нашем районе сетка так близко девять шесть еще два очка Чимин нет у тебя получится Тэхён игра не закончится пока не закончится сохраняй спокойствие десять шесть все кончено он внутри ты сможешь давай Чимин ты справишься матч между девяносто пятым лайном был напряженным это будет неожиданный дьюс ровно я Ким Тэхён сохраню свой титул короля настольного тенниса нет я следующий король настольного тенниса Тэхён покажи ему покажи ему свой пылающий буровой выстрел торнадо бэкхенд Да! Подача Чимина. Чимин ошибается в своей подаче. Ви меняет ход игры и побеждает. Простите, я так счастлив. Хобби против Намджунчика. У Техёны хороший фокус поклон. Вы, ребята, это что-то другое. Камень, ножницы, бумага. Я думал, что выиграю. Намджун, ты должен поймать Хобби, когда он потеряет бдительность. Начинайте. Получи мой форхенд. Такое ощущение, что он просто позволил Джей Хобб обмануть его. Хобби быстро принимает подачу Орэма, что вызывает панику у Намджуна. Джей Хобб, что это было? Всё плохо. Намджун, давай просто будем хитрыми. Он играл как актёр. Окей, хорошее очко. Я жду твоей победы. Я тоже смогу. Я слишком сильно расслабился. Что ты творишь, Джей Хобб? Джей Хобб, у тебя полоса неудач. Нет! Нет! Не слишком ли это хитро? Джей Хобб, ты хорош. Закончи красиво и чисто. Идеальная защита. Нет! Что это было? Я буду играть, как меня научили. Следит за атакой быстро, но точно забивает форхендом. Именно так, как меня учили. Всё должно быть точно. Отличная работа. Тэхёнчик против Солнышка. Наконец-то финальный раунд. Запугивает. Я тут тебя запугаю. Окей, хорошо. Наконец-то мы вышли в финал. Подача Тэхёна острая. Начинаю. Он просто внезапно начал. Посмотри на его подачу. Что я наделал? Хорошо. Джей Хобб, ты переборщил. Посмотрим, кто победит. Я не умею хорошо наносить бэкхенд. Резкая атака Ви. Это был хороший приём. Что? Зовите меня Ким Нож. Король остроты. Это было так остро. Ви! Что это за свэк? Он такой крутой. Прыг-скок. Джей Хобб, и как это называть? Внезапное нападение. Как будто ты медленно подошёл к нему и ударил по лицу. Стань на цыпочки и шлёпни. Шлёпок. Вот так. Это был острый удар в сердце. Кошачья подача. За исключением того, что в этот раз он ударил себя по лицу. Он подкрался и ударил его по лицу. Как будто гравитация давит на него сильнее. Было немного на краю. Я везунчик. Богиня удачи здесь. Это было остро. Это был хороший приём. Джей Хобб победит. Джей Хобб, давай подачу кролика. Мягко, как кролик. Мяч слегка поднялся, приземлился и сразу же вышел, когда Ви ударил. Удивительно, что это очень трудно отбивать. Мы не знаем, что произойдёт. Джей Хобб, ты такой хитрый. А вот и подача в стиле хобби. Ты только посмотри. Посмотрите на эту гравитацию. Мы не можем предсказать ход игры. Никогда не знаешь, что происходит. Это техника. Твоя подача. Их позы стали лучше. Как будто он бросает землю. Получилось. Ты хорошо справился. Почему не получается? Джей Хобб, всё в порядке. Это неразочаровывающий финальный раунд. Потом подача Джей Хобба. А вот и Джей Хобб снова подаёт. Посмотрите на ты, Хён. Он нервничает. Он никогда так не нервничал. Мастерство Джей Хобба. Это был хороший приём. Просто спокойно принимай. Хён, это не толкание ядра. Я не могу принять мяч. Неудача в этот раз. Учитель, он подаёт так, как его учили? Он превосходит то, чему я его учил. Я думаю, что мне нужно будет научиться у него. Он создал свою собственную технику. Это гравитационная подача. И с острой подачи Ви набирает одну очку. Сохраняй спокойствие. Что происходит? Как и ожидалось от гравитационного мастера. Опять очередь Джей Хобба подавать. Сейчас я сосредоточусь. Нашим инструкторам, наверное, так скучно. Ви сохраняет спокойствие и забивает. Этот матч самый захватывающий. Они на самом деле делают его похожим на финал. Это безусловно похоже на финальный раунд, по крайней мере, среди нас. Что происходит? Эта игра такая непредсказуемая. Это тяжело. Очень трудно ударить. 9-9. Точно атакует Форхендом. Текущий счет 10-9. Тэхён, не копируй его подачу. Джей Хобб справится. Ровно, 10-10. Это Дьюс. Кто выиграет финальный раунд? Опять очередь Джей Хобба подавать. Мяч в воздухе. Матч-поинт. Это гравитационная подача. Так смешно. Это очко определит короля настольного тенниса BTS. Один за другим. Почему мяч взлетел? Ви король настольного тенниса BTS. Отличная работа. Мы играем только один сет. Всё? Спасибо, что посмотрели эти скучные матчи. Я буду играть против победителя. Что? Я сыграю раунд против победителя. Правда? Я не смогу. Но я буду играть с помехой. То, что подготовили раньше. У тебя получится. Я выберу... ...ракетку. Мы просто поиграем в стороне. Ребята, я выбрал ракетку, с которой будет играть инструктор Ю. Это ложка? С этим будет трудно играть. Правда? Потому что... Вы же наш инструктор в конце концов. Он будет играть ложкой. Я думаю, с половником будет лучше. С этим слишком сложно играть. Соберите. Пожалуйста, передайте мне половник. Площадь поверхности слишком мала. Ложка это слишком. Это слишком. Вам не кажется, что рисовая лопатка будет забавной? С ней нельзя добавить вращение. Разве это не будет весело? Думаю, это будет выглядеть смешнее. Ладно, я попробую. С рисовой лопаткой будет трудно играть. Это всё ещё сложно. Хорошо, давайте начнём матч. Это плохо. Присаживайтесь, сэр. Он золотой призёр. Ребята, не нужно. Они могут заснять это на камеру. Хорошо. У нас тут золотой медали со связанными руками и ногами. Против лучшего игрока в нашей группе. Да, его руки и ноги связаны. Тэхён, никогда не знаешь наверняка. У Тэхёна есть хороший шанс. Пока он просто наносит ответный удар. Нужно просто хорошо принять мяч. Чимин, пожалуйста, измени счёт. Измени счёт с правой стороны. Это тяжело. Тэхён снова забил 2-0. Разве учитель не должен немного попрактиковаться? У нас такого нет. Она не из резины. Вот почему ракетка не может крутиться. Тайм-аут. Это, наверное, так тяжело. Сегодня день, когда ты победишь господина Юсен Мина? Тэхён, если ты выиграешь этот матч, инструктор Ю обещал отдать нам весь зал для настольного тенниса. Мы должны выиграть. Он сказал, что отдаст нам весь этот спортзал. Пожалуйста, принесите договор. Инструктор Ю потерял близкое очко. Не могу поверить, что он может играть с этим. 4-0. Думаю, он скоро привыкнет. Я просто в восторге. Подача рисовой лопатки и потеря очка Ви. Первое очко. Инструктор Ю. Вы, ребята, так внимательны друг к другу. Сетка. Ви продолжает забивать. Мы звучим так глупо. Могу сказать, что инструктор Ю взволнован. То, что он делает, почти невозможно. Он не может добавить вращения. Удивительно, что он даже получил 3 очка. 9-3. Мы никогда не знаем, кто победит. Инструктор Ю. Это была сильная подача. Инструктор Ю, подавайте. И... Я вырастил тигра. Учитель, вы это видели? Это было невероятно. Мне нужна другая посуда. Подождите. Он меняет ракетку. Это матч-поинт. Тэхюн, ты готов забрать в спортзал? Да. Думай о спортзале. Тэхюн, 10-5. Все в порядке. Тебе просто нужно еще одну очку. Подумай о спортзале. Он хорошо принимает. Он играет только бэкхендом. О боже. Инструктор Ю только что испугался. Он просто принял твои атаки и испугался. Это тяжело. Тэхюн, не отвлекайся. Что это было, Тэхюн? Думай о спортзале. Спортзал. Так близко. Хорошо получилось. Инструктор Ю напуган. Вот почему он так напуган. Он боится, что Ю нападет. Это было очень близко. Думай о спортзале. Спортзал наш. Мам, я обыграл золотого медалиста. Отличная работа, друг мой. Теперь этот спортзал наш? Мы будем говорить об этом всю оставшуюся жизнь. Он потрясающий. Это так смешно. Пожалуйста, зовите меня Ким на стольный теннис отныне. Это самый важный матч дня. Раунд проигравших? Матч решит. Кто будет убирать спортзал после? Уборка. Джин. Джин против Джей Кея. А, ну да. Я должен бросить еще несколько мечей, так как я не буду их убирать. Богиня удачи благословляет этот спортзал. Богиня удачи. Пожалуйста, поклонитесь друг другу. Сделайте матч смешным. У меня болят ноги впервые за долгое время. Проигравший должен все убрать. Что? Джин забирает первую подачу. Я подаю первым. Супер, Джей Кей! Блокирует хитрую подачу. Слегка бей. Да, слегка. Один-один. Будет ли это уборка спортзала самого младшего или старшего? Ожидать ли нам бунт Макне? Нет! Похоже, будет бунт. Старшему будет смешнее прибраться. Это подача... Сетка? Не было сетки. Это не то Чунгук, что был раньше. Это была сетка? Это была не сетка. Забивает после того, как не спускает глаз с мяча. Это так волнующе. Это не кулинарное шоу. Но вы постоянно нарезаете ингредиенты. Весь этот спортзал... Добьется ли Чунгук справедливости? Что ты только что сделал? Это была гравитация, оттянущая вниз. Он опустился с плюхом. Я пойду по пути Джей Хоупа. Земная подача. Если ты собираешься ее сделать, то давай до конца. Правильно. Сложно справиться с ней, Джей Хоуп. Правда? Атакует во время разговора. Ты такой хитрый. Нет! Он проиграет даже с этими трюками? Это так неловко. Я должен держать мяч ниже. Ниже! Это была сама отверженность. Я бросился ради него. Я отказываюсь быть последним. 8-4. Нет! Нет! Почему у нас не получается ралли? Потому что оба соперника плохи. Это только первый день. Но его лицо выглядит так, будто он национальный спортсмен. Нет, не может быть! Джин на дежурстве по уборке. 10-4. Господин Джей Кей, последний бросок. Ты можешь подать причудливым приемом. Как церемония награждения, типа пылающий выстрел торнадо. Крутящийся торнадо! Завершает игру сильным ударом. Он действительно оставил Джина последним. Это больно. Сегодня вы научились играть в настольный теннис. Инструктор Ю, среди сегодняшних мемберов, можете ли вы выбрать участника, который показывает наибольший потенциал? Кто-то с самым высоким потенциалом. Я думаю, что это не победитель. Человек с потенциалом. Правда? Но победитель играл так хорошо. Да, Ви сегодня проделал такую потрясающую работу. Но Джей Хоб также демонстрирует большой потенциал. Правда? Подача Джей Хоба была лучшей. Не каждый может сделать земную подачу. Чонгук. И Чимин также очень быстро учились. А Рэм и Джин тоже проделали потрясающую работу. Но есть что улучшить, так как мы тренировались всего день. Связана ли способность играть в настольный теннис и со способностью танцевать? Это так жестоко. Мы не говорили об этом раньше. Но он абсолютная легенда. Когда мы учились в начальной школе и смотрели его игру по телевизору, мы наблюдали за ним с таким уважением. Такое ощущение, что сегодня мы встретились со знаменитостью. Наверное, было удручающе и скучно учить нас. Но спасибо. Нет, спасибо за отличную работу. Не так-то просто пригласить их на шоу. Совершенно верно. Большое спасибо, что пришли сегодня. Благодаря вам мы так здорово провели время. Тэхён, что скажешь по поводу первого места? Среди всех видов спорта. Мы больше всего играли в настольный теннис. Точно. Мы постоянно в него играли. Мы играли в настольный теннис в наших путешествиях. Я так благодарен за то, что сегодня научился правильно играть. Я мог только мечтать об игре с такими удивительными игроками в таком потрясающем спортзале. Спасибо. Преподавая сегодня, я могу сказать, что не так легко впитывать вещи так быстро, как вы все сегодня. Невозможность сплотиться означает, что вы научились правильно, потому что вы можете использовать неправильные методы для игры и назвать это ралли. Но вы этого не сделали. Вы играли правильно, как вас учили. Вот почему не получалось. Ралли невозможно с часовым уроком, который вы получили сегодня. Но если вы продолжите тренироваться, то сможете играть как профессиональный игрок в кратчайшие сроки. Ваши отношения, способность быстро учиться и потенциал – всё на высшем уровне. Я был очень тронут. Спасибо. Спасибо. Вы даже так хорошо отзываетесь о нас. Даже ваши слова похожи на слова профессионала. Мы будем надеяться на большие достижения в индустрии настольного тенниса. Нам так это нравится. Мы даже упоминали об этом в тексте «Дайна Майк». Пим-понг. Настольный теннис – это здорово. Потому что мы можем играть до тех пор, пока у нас есть стол, ракетки и мячи. Вот что в нём замечательного. Мы надеемся, что многие люди посмотрят выпуск и попробуют себя в настольном теннисе. Мы хотели бы призвать всех попробовать. Закончим на этой прекрасной ноте. Наши инструкторы могут начать с ран? Да, пожалуйста, начинайте. Мы продолжим с BTS. Раз, два, три. Ран! BTS! Джин, пора убираться! Сок Джин, подними мячи! Давайте повеселимся, пока он убирается. Зачем вы их разбрасываете? Дразнить Джина так весело. Большое спасибо! Спасибо и за ракетки! Спасибо за сегодня! Джин тихо убирается. Джин, здесь тоже есть один. Да, господин Хоуп. Тут ещё один. Вот один. Я веду мяч. Веду мяч. Джин, ты закончил? Нет. Это ещё не всё. Всё? Как? Странно. Я уже прибрался в этом месте. Они разбросали немного вокруг. Как будто ты здесь вообще не убирался. Эй, давайте уже прекратим играть. Хватит их разбрасывать. Мы убираем тут. Настольный теннис – это очень весело. Подбирает последние. Отличная работа! Хорошо, давайте закругляться. Отличная работа! Отличная работа! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»!